Войска армянской полиции массово отказываются от дежурства в Карабахе и на границе с Азербайджаном. Подразделения внутренних войск Армении, которых из-за недокомплекта в армии, власти привлекли к осуществлению боевого дежурства в оккупированном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе, потряс очередной позорный скандал, который руководство полиции пытается скрыть от общества. Так, по данным газеты Гропарак, сотрудники войск полиции массово увольняются из органов полиции из-за нежелания подвергать свою жизнь опасности в Карабахе и на опасных участках армяно-азербайджанской границы. С августа этого года по приказу премьер-министра Никол Пашиняна подразделения внутренних войск полиции, по 15 дней каждого месяца, должны служить в Нагорном Карабахе и на границе с Азербайджаном. Где-то спустя полтора месяца после того, как начали выполнять это указание, в рядах войск армянской полиции стало назревать недовольство против этого решения правительства. Военнослужащие внутренних войск просто-напросто отказываются ехать служить на фронт и на границу. Некоторые армяне не хотят погибать на чужих территориях ради бредовых идей своих правителей и армянства в целом, которое ими управляет. Как говорится, своя жизнь все-таки дороже. И это правильно. Согласно полученным данным, уже десятки сотрудников полиции разорвали свои контракты и отказались служить в структуре. Кроме того, они отказались и от причитающихся им занесения этой службы 32 тысячи драмов. Примерно 65 долларов, написала армянская газета. А вот что говорят родители, тех, кто служит в армянской армии. Пашинян, ты сказал, что все наши дети равны, заберем всех в армию. Забрали и что? Все мы знаем, что там творится. Это частый мечень, потому что порука стоит отверху. Никто не отвечает за приказ министра. Никто. Никто вообще ни в чем не в курсе. Это как замполит, который должен, приказ министра, должны смотреть всех новоизбранных, раздевать смотреть. Это как они не замечают синяк на ком-то, что у них глаза ослепли. Давайте пару таких офицеров вынесем на площадь в Гюмри. Гюмри. Расстреляем таких офицеров в их дома. Мы своими руками отправляем наших детей на смерть. Народ по его словам, должен понять, кто есть кто, должен знать, какая у нас армия. Кто знает, что за эту одну неделю погибло 10 солдат. Наших детей убил не турок, армяне так называют азербайджанцев. Недавно сын одного должностного лица с голыми ногами, сбежал из части, офицеры преследовали его на автомобиле, он добрался до воинской части в Физуле, кое-как позвонил, мол, дядя, приезжай, забери меня, убьют ведь. Вот такая радужная картина в стане оккупационной армии Армении.